Приветствую вас на моём канале недавно на мой смартфон пришло уведомление об обновлении с 8 андроида на 9 на первом этапе я конечно же воспользуюсь компьютером и сделаю резервную копию всего смартфона Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok обновление, это версия 306 она занимает почти полтора гигабайта основное описание как таковое отсутствует я зарядил батарею на 100% и используя Wi-Fi подключение я думаю, что можно уже загрузить это уведомление поехали после того как обновление загрузилось на мой смартфон оно предлагает продолжить телефон полностью готов к обновлению и соответственно стоит только нажать на кнопку установить операционная система установилась и смотрим запуск телефона после успешного обновления системы я приведу небольшой обзор новых функций и возможностей телефона первое на что я обратил внимание это регулировка громкости на начальном экране регулируется только громкость мультимедиа а к звонку применяется только один из трёх режимов это вибросигнал полностью отключен звук только уведомления и предустановленная громкость звонка для того чтобы настроить непосредственно громкость рингтона необходимо зайти в настройки а в настройках вы уже непосредственно видите что есть четыре режима регулировки но есть небольшой недостаток это при передвижении ползунка любого из этих ползунков телефон проигрывает сам рингтон с заданной громкостью например если я включу громкость при разговоре это так как я буду слышать собеседника по динамику громкость звонка обязательно я буду слышать этот звонок как хотите вы или вы этого не хотите если вы будете его регулировать соответственно окружающие вас люди они тоже будут этот звонок слышать так что бесшумно изменить настройки громкости звонка у вас не получится второе это то что не прячется экранная панель навигации за исключением полноэкранного режима в приложении youtube все остальные приложения в данный момент все те которые у меня установлены они работают непосредственно с отображением навигационной панели предположим открыть например треки открыть калькулятор раньше в калькуляторе если не ошибаюсь в 8 версии этого не было открываю переводчик все равно есть эти панели при открытии приложения Amazon на 100% навигационных кнопок панели вот этой не было следующее что мне понравилось это шторка шторка уведомлений тут тут также существует ползунок автояркость также можно включать Wi-Fi NFC я обращаю внимание на то что в новой версии Android нету стрелочки настроек например Wi-Fi City или Bluetooth но при длительном удержании обязательно будет происходить переход в настройки Wi-Fi или будет происходить при коротком тапе это включение при длительном тапе это настройки соответствующего значка это мне кажется достаточно удобно так следующий очень интересный вопрос это энергосбережение в разделе батарея в дополнительных параметрах появился пункт Active Battery который должен будет сообщить мне в перспективе через какое-то время какие приложения больше всего потребляют заряда телефона расскажу про камеру в связи с тем что у меня сейчас LED лампочки и пример будет не самым лучшим потому что это не дневной свет и скорее всего будет моргание но покажу вам функциональность камеры а именно то что добавился новый режим это замедленная съемка 960 кадров в секунду она может вести силе как в формате Full HD так и в формате HD при формате HD длительность видео будет преобразована до 5 секунд а при качестве Full HD будет всего лишь 3 секунды как и никак это достаточно хороший показатель также есть новые функции которые не визуальные а более имеют технический характер например информация продолжительности работы с приложениями позиционирование в помещении это когда как GPS в помещении уведомление об использовании устаревших приложений предположим если вы ранее установили приложение которое поддерживалось четвертым андроидом в данном обновлении у вас будет уже предупреждение о том что вы используете старое приложение поддержка формата HDR VP9 профиль 2 я не знаю что но если это на уровне операционной системы поддерживается то это тоже приветствуется спасибо за просмотр напишите в комментариях какую новую функцию вы считаете самой удачной или наоборот самой неудачной в Android 9 подписывайтесь на мой канал задавайте вопросы в комментариях всего наилучшего